Когда собрались все руководство республики в одном месте, в преддверии нового года, в преддверии принятия бюджета, всех поздравляю. Естественно, я не могу не обратиться, не то что выступить, не обратиться и выступить от нашей фракции, как руководитель, в поддержку или, можно сказать, какие-то рекомендации дать нашему руководству. Но 7 лет от фракции ЛДПР, которые поступали по правке, последние 7 лет, они не воспринимались ни министром финансов, ни бюджетным комитетом на то, что сегодня присутствует не только одна партия в нашем парламенте. И не только, хотелось бы, чтобы понимали, что сегодня коммунистов больше, и, естественно, справедливой России, и нас стало уже четверо. И если мы все объединимся, то, естественно, мы можем себе позволить привлечь еще тех беспартийных депутатов, и можем в любой момент, если нас не слышат и не понимают, не принять бюджет. Но мы, естественно, сегодня приняли и будем принимать, стараться в дальнейшем. Но мы хотим, чтобы нас слышали сегодня наши коллеги, особенно председатель правительства, правительство республики Саха-Якутия, что мы, избранники народа, конечно же, не можем себе позволить сорвать такой важный документ и такое важное направление, как бюджет в развитии нашей экономической ситуации, социальной ситуации в республике Саха-Якутия. И поэтому хотелось бы, чтобы в дальнейшем все-таки предпринимательство поддерживалось, чтобы сегодня обращали внимание на спорт, такие позиции, которые мы озвучивали, не только мы, хотелось бы те депутаты, которые предлагают свои поправки с арктических улусов и отдаленных улусов, тоже их слышали. И они могли воплощать напутствие избирателей действительно в жизнь, а не слушать только то, что требуют определенные, назовем, депутаты для своих определенных улусов. Поэтому хочу, чтобы сегодня это все, то, что произошло и то, что обещалось мне, и мы поддерживаем новую команду Айсена Сергеевича, и мы поддерживаем новых молодых зампредов, которые будут курировать социальные направления. И надеемся, что когда мы разговаривали с ними, как при встрече с фракцией, встрече с правительством и с Айсеном Сергеевичем отдельно, чтобы это было не на словах. И сегодня тот же Нерюнгридский район, который действительно требует какие-то изменения, потому что это действительно основа нашей республики. Там, где находится очень много компаний, которые получают и льготы, и которые развивают нашу республику, тоже они чтобы обратили то, что сегодня там в той же Золотинке, КОС, тот же Серебряный Бор, снос аварийных домов, которые уже три года туда приезжает правительство в лице и председателя, и замок, и смотрят, и говорят, и записывают, и обещают жителям, что мы это сделаем, чтобы это воплощалось в жизнь. И не забывали, что сегодня все-таки мы, депутаты, которые решаем, естественно, судьбу республики, должны знать, что прислушиваться к нам, если не справляетесь, у нас есть хорошие депутаты, которые готовы возглавить какие-то определенные министерства. Тот же наш Андрей Николаевич Дороган, не имеющий опыт работы, пожалуйста, Валерий Алексеевич, берите его первым замом, вашу команду, и он вам поможет правильно и грамотно распределить бюджет. Надо прислушиваться к идее Алексея Иремеева, который говорил о том, что сегодня действительно нацпроекты, программы по развитию определенных отраслей, связанных со спортом, сельским хозяйством, с медициной, с образованием, надо разделить, потому что действительно в нашем громадном бюджете огромная часть идет на содержание зданий, на содержание объектов спортивных, школ и тому подобное. Естественно, из этой суммы, казалось бы, большой, которая там выделяется на спорт, на образование, 80% уходит именно на те нужды, которые сельхозназначение, не сельхозназначение, а хозяйственные нужды, там ЖКХ и все остальное прочее. Вот, ну мы поддержали бюджет, мы, естественно, надеемся на развитие нашей республики в целом, да, динамичное развитие. И СН Сергеевич вчера при встрече с нами сказал, что действительно нам есть над чем задуматься, есть от чего отталкиваться, и новый бюджет, новая команда, я считаю, что и новые депутаты, да, все равно все-таки два года там с половиной, да и не так много, должны сегодня в дальнейшем решить судьбу нашей республики. Спасибо.